За развитием ситуации с заболеваемостью следят ежечасно. Каждый отслеживаемый участок имеет своего ответственного. Например, за изменениями в экономике, обусловленными пандемией, следит Александр Смекарин. Ситуация пока контролируемая, но явных положительных тенденций нет. Открывая заседание, Сергей Морозов очертил круг особенно проблемных вопросов. Самая резонансная проблема, и мы сегодня с Виктором Михайловичем об этом говорили рано утром, это дефицит лекарств в аптеках. Действительно, достаточно большое количество людей обращает на это внимание. Вторая проблема, это сложность с вызовом врача на дом. И мы видим о том, что буквально только 30% людей не могут дождаться своего врача. Третья проблема, это сложность с дозвоном, скорой помощи и в региональной поликлинической колл-центре. Аппаратов ИВЛ, которые еще недавно были в крайнем дефиците, теперь хватает на всех. Все проблемы решаемы. Трудность в том, что решать их приходится в авральном режиме, который усложняется постоянно растущей заболеваемостью. Именно поэтому введены ограничительные меры. Что касается санитарного соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на объектах транспорта. В честь обеспечения безопасности перемещения в общественном транспорте, Министерством транспорта Ульяновской области в период с 1 октября по 25 ноября проводились профилактические мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической нормы. Проверена 771 единица транспорта. Протоколы составлены не только на водителей, но и на физических лиц. Пассажир без маски – будущий плательщик штрафа. Об этом нужно помнить всем. Протоколы направлены в суд, и решение по ним скоро будет дано. Рейды проводятся не только в транспорте, но и на вокзалах. Кроме транспорта в зоне внимания объекты культуры и магазины. Кадровый дефицит больниц уже решается за счет студентов и ординаторов. Там, где не хватает на сегодняшний день рук, обращаемся, ищем. Ребята откликаются, они выходят и на практику, и трудоустраиваются, и сексуационные экзамены сдают. Также разработаны специальные приложения, оберегающие здоровье ульяновцев. Часть из них – сугубо региональный продукт. Генеральный директор Агентства технологического развития рассказал журналистам о разработанных приложениях. Во-первых, решение, которое позволяет, как вы уже уточнили, использовать QR-коды. Смысл этого приложения в том, что человек получает QR-код, и при посещении мест публичных, будь то ресторан, кафе, другие места, у него должно быть подтверждение на его мобильном телефоне, QR-кода, разрешающий ему доступ, потому что этот человек не является больным, и у него есть право доступа выйти в заведение. Если человек вышел из дома самовольно, то ваш смартфон предупредит вас об этом, и вы не приблизитесь. Следовательно, не заразитесь. Информация, полученная вследствие считывания кодов, поможет выявить зараженных и контактных, пока приложение дорабатывается. Анна Тищенко, Павел Половов, Владимир Куликов. Новости Улправды ТВ.